Добрый вечер всем! Наша недельная глава, глава Китеце. Глава очень интересная, полная заповедей, куча заповедей. И по-настоящему, кстати, есть три главы очень известные, что у них очень много заповедей. Это глава Мишпатым, глава Кедушим и глава наш Китеце. И, кстати, действительно, можно понять главе Мишпатым, можно понять, скажем так, основное направление этих заповедей. Что это заповеди? У них есть какой-то общий знаменатель, что-то общее. Речь идет о еврейском гражданском праве. Назовем это так. Там законы ущерба, законы нанесения увечий, воровства, грабежа, законы, то есть человек, который охраняет что-то, законы долгов. Короче, понятно. То есть система называется судопроизводство. А вот когда мы говорим про нашу главу Китеце и про главу Кедушим, кстати, тоже, на такое ощущение, что заповеди как-то разбросаны рандомально. То есть у них нет никакой связи между ними. Они, скажем так, одни заповеди с другими соединены. Так вот называется келяем. Келяем, то есть, знаете, это когда шерсть и лен, когда смешивают двух животных и так далее. Такая вот смесь. Кстати, заповедь келяем находится тоже в обоих главах. И вот об этом мы немножко поговорим. Может быть, кстати, через перспективу запрета келяем смеси шерсти и льна, смеси того и другого, то есть животных разных, которые смешивают между собой. Мы сможем понять смысл заповедей, почему они такого сборная солянка интересна и на что они намекают, чему нас ведут. И поймем еще несколько вещей в понимании нашего отношения к нашему прогрессу и так далее. Сейчас узнаете. Давайте поехали, поедем, все поймете. Итак, как я сказал, среди прочих заповедей, которые упоминаются в нашей главе и в главе, кстати, кедушим, есть одна заповедь, которая называется запрета келяем, то есть смесь. И мы попробуем ее разобрать, из нее понять смысл главы китецея, то есть этих заповедей главы китецея и так далее. Смотрите, если я сейчас открою главу кедушим, 19 глава, из книги Вайкра, и там в 19 стихе читаем. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породу, это запреты келяем, тоже только с животными, поле твоего не засевевай двумя родами семян, и одежда шмешаной ткани, шесты, надо, не покрывает тебе, это все запреты келяем». Интересно, что сказано «эд хукотай тишмиро», то есть «уставы мои соблюдайте», и это получается, что эта заповедь, это часть понятия «хукот», «хукат». Раша объясняет, Эти постановления, это постановления царя, и у них нету объяснений. Нищие, то есть смыслов. Так говорит Раша. Рамбан, Рабим Мушебен Нахман, в том же месте, пытается все-таки объяснить и дать определенное объяснение законом Килай, законом этих смесей, запрещенным. И он для начала, скажем так, делает такое вот замечание, маир, то есть делает такую ремарку на слова Раши и говорит. Не имеется в виду, то есть Раша не имеет в виду, что постановление царя царей, то есть Всевышнего, будет без смысла. Это не это имеется в виду, что постановление без смысла. Ибо каждое изречение, то есть божественное, оно чистое, закаленное. Он говорит, и только это как закон, что в виду постановление царя, когда он устанавливает в своем царстве, и без того, чтобы объяснить, зачем они, то есть народу, и тогда народ, то есть думают в своем сердце, и не думают о нем в сердце, они принимают их, то есть как постановление исполняют. И так же законы, то есть уставы Всевышнего, они секреты, то есть, да, которые в теории, которые народ не может, то есть из них, то есть изблечь, то есть своим разумом, как, допустим, в мишпоте, мишпоте это законы, у всех есть хороший, правильный смысл, и, скажем так, они несут пользу. Окей. Таким образом, Рамбан пытается, то есть объяснив, что, в принципе, они не бессмыслены, то есть, да, у них есть просто непонятный человек, и не настолько, то есть, понятный, он пытается, Рамбан, дать действительное объяснение, зачем были запрещены килами. Вот это вот запрет смеси шерсти и льна, запрет смеси разных пород животных, засевание смеси разных видов плодов и так далее, и так далее, и так далее. Он говорит следующее. Киашем, барага, менин, баула. Ибо Всевышний создал разные виды в этом мире и заповедовал, чтобы они, то есть, выращивали виды по видам своим, это в книге Берешит написано, правильно? И не изменятся никогда, потому что сказано леменебу, то есть, да, в книге Берешит, в первой же главе Берешит сказано, что он говорит, то есть, всем это сознат, то есть, порождать подобным себе, то есть, своего рода. То есть, и объяснил смысл интимных отношений, чтобы животные имели отношение друг к другу, для того, чтобы продолжали свой род. Точно так, как придут и человек, то есть, мужчины и женщины, для плодиться размножаться, прожать свой род. И тут самое важное, амортифшный именим, человек, который соединяет два разных вида, изменяет и отрицает, то есть, божественное творение, как будто считает, что Бог сделал нецельным в своем мире, то есть, недостаточно довел до ценности свой мир, и он хочет, так что называется, помочь Богу в сотворении мира, добавить к нему еще создание. То есть, он говорит, Рамбан, почему эти запреты пришли? Потому что остановить человека, чтобы человек даже не думал, чтобы он вмешивался в сознание, и даже не думал, что Бог что-то создал нецельным, а Бог хотел, чтобы все виды были такими. И когда он вмешивается, соединяет разные виды между собой, таким образом он как бы выражает свое презрение, это слишком громко сказано, слишком сильное слово, скажем так, он отрицает возможность того, что Всевышний сделал все как надо, и считает, что ему нужно срочно помочь Богу сделать новые виды. То есть, Рамбан говорит, в принципе, он говорит о той теме, что нельзя вмешиваться в творение. То есть, нужно оставить его в понемне есть, но Всевышний его создал так, как и Мамуд. И это, естественно, нас отсылает к чему? К известному спору, который проводится в Медраше между Робби Акива и Тарнос-Рохусом по поводу, что лучше, творение божественное или сделанное человеком. Там есть разговор, когда Тарнос-Рохус спрашивает Робби Акива, говорит, скажи мне, дорогой, чьи действия более прекрасны, Всевышнего или плоти и крови? Сказал ему Робби Акива, плоти и крови? Он ему говорит, да, сказал ему Тарнос-Рохус. Но, говорит, может ли человек сделать небо и землю? Говорит Робби Акива, э-э-э, умный, да, давай ведем то, что человек может сделать. То есть, да, не надо брать то, что выше, в создании. А то, что, хорошо, он ему сказал, тогда говорит Тарнос-Рохус, говорит, а зачем вы делаете обрезание? Робби Акива, говорит, ха, я знал, что этот вопрос задал. Поэтому я тебе ответил, что человек, почему? Он знал Робби Акива. Говорит, почему он задает этот вопрос? Говорит, для того, чтобы прикопаться к обрезанию. То есть, да, типа, если Бог создал тебя не обрезанным, то есть, что-то лезет. И поэтому, он, чего это задал? Вот поэтому я тебе сказал, что действия человека более лучше. И что сделал Робби Акива? Говорит, наглядно показал. Он принес ему колоссия и принес ему хлеба. И спросил, что лучше? Колоссия или хлеба? Окей, то есть, будешь жевать колоссия или будешь хлебом? Колоссия – это сделано Богом, а хлеб взял человек. То есть, человек взял, божественно довел дома. О, интересно. Получается, у нас сейчас есть напряженность между два подхода. Тот, который вооружает рамбан, и тот, который говорит Медраж от имени Робби Акива. С одной стороны, получается, по Медражу, что есть место человеку работать в этом мире. Более того, изменять его, улучшать его и поднимать его. То есть, да, извините меня, колоссия мы есть не будем. То есть, зернышки мы тоже есть не будем. Мы сделаем из этого хлеба, тогда это что-то другое. И таким образом, получается, из Медража выходит, что вот это вот развитие мира, добавка к миру и так далее – это не какое-то пренебрежение или, не дай Бог, нанощение какой-то, как это сказать, увечья власти Всевышнего и так далее в этом мире, или пройти его против желания. Наоборот, это исполнение желания Всевышнего, который хотел, чтобы мы развивали и улучшали мир, который он создал. Так выходит со слова Рабиакивы. И действительно, так обычно мудрецы объясняют, комментируют стих, который говорит «ашер барайлу ким ласо». То есть, да, когда мы говорим, что Всевышний создал все создания, то есть, да, а все, что создал Всевышний, делает. Что имеется в виду, что после того, как Всевышний создал мир, он нам передал людям ласо – делать. То есть, да, в принципе, человек должен продолжать, созидать, развивать, раскрывать и так далее, и так далее. И действительно, человек взял на себя эту задачу в течение веков. В течение веков, в истории и так далее. За всю историю человек развивал этот мир, делал его лучше, более устроенным и так далее. Причем, тем более в нашем поколении, если мы возьмем человека из прошлого, не надо ходить далеко в прошлое. Возьмем человека, даже с 17-18 века, перетащиваясь в наше время, он просто обалдеет и не поймешь, что вокруг него происходит. Да я вам скажу, даже мы, да, сказать, я тебе, то есть, я с собой возьму телефон, позвони мне, я буду в магазине, если бы это было сказано, допустим, в 80-х годах, как бы на вас посмотрели. И некоторые фразы, которые мы говорим, называются «сбрось мне на мыло», и так далее. Всякие фразы, которые для человека даже из 80-х годов выглядят сумасшедшими. Человечество прошло огромный скачок, тем более то, что называется промышленная революция. Причем не только произошла промышленная революция, изменения, то есть, как человек сделал все и развил и так далее этот мир. Произошла французская революция, и французская революция пришла к понятию свободы, равенства и так далее, и так далее, которые изменили вообще развитие философского мира. И весь наш современный мир, в развитых странах, в свободных странах, это главные ценности. То есть, мир выглядит по-другому, поэтому он выглядит абсолютно не так. Человек развивал не только с точки зрения технологии и так далее, и промышленности, и все. Он также развился с точки зрения общества, социума во многих вещах, и не такой, как он был в самом начале создания. Таким образом, это хорошо, вроде бы. И это происходит, это как бы работает, и так выходит Дмитрий Дракшин. С другой стороны, со слов Рамбана, если мы посмотрим на Рамбана, выходит, что в принципе запрет келяем, то есть вот этот вот смеси, о которой мы говорили, между разными видами того или другого, это пришло для того, чтобы наоборот ограничить человеческое вмешательство. Что, как бы, в принципе, человеческое вмешательство в каком-то смысле делает вызов, или, что называется, делает какое-то пренебрежение к тому, как мир выглядит, и он хочет его изменить и сделать лучше. То есть, в принципе, как бы, то, что мы пытаемся изменять и делать лучше, как бы, это свидетельство тому, что Всевышний не доделал этот мир. Ну, мы тоже говорили. И вроде это стоит так. И как это состыковывается между собой? Есть, скорее всего, очень простое объяснение. Какое объяснение? Что Рамбан и Медраж, у них, в принципе, одна и та же задача. Какая у них задача? Задача в том, чтобы объяснить, что действия человека в этом мире, человеческие действия в этом мире предназначены для того, чтобы продолжать и развивать мир Всевышнего. Не как столкновением со Всевышним, не как, то, что называется, не знаю, вид какого-то соревнования со Всевышним, а из принятия мира, который создал Всевышним, и принятия задачи, которые возложил на нас Всевышний по развитию мира. То есть мы продолжаем его желание, то, что он хотел. И это, в принципе, состыковывается, может соединить и Медраж и Рамбана на этом. Кстати, так можно объяснить. С другой стороны, то есть можно объяснить то, что говорил Раша. То есть Раша сказал, что это из рот мэля, то есть это постановление царя. То есть иногда человек должен себя остановить. Что имеется в виду? Иногда человеку кажется, то, что он делает для развития этого мира, это лучше. Так будет лучше миру. И вот для этого приходят запреты Киллайн. Запреты Киллайн и Смесси говорят, эээ, стой, дорогой. Даже ты не понимаешь. Даже если тебе кажется, что так будет лучше, Бог заповедовал вот это не делать. Раз ты не делал, ты этого не делаешь. Так он постановил. Даже ты думаешь своей головой, что так будет лучше для развития, как бы ты делаешь то, что Всевышний бы хотел. Нет, он этого не хотел, где-то запретил. Не думай, что умнее Всевышнего. Поставь стоп. То есть действие человека – развитие благословенного. Хорошо, замечательно, прекрасно. Но всегда нужно, чтобы у этого были тормоза тоже. Чтобы у этого было то, что называется, какое-то равновесие. То есть чтобы не выходило в крайность. Как Медраж говорит. То есть всегда обращай внимание, чтобы ты не испортил. То есть да, хорошо развивайся. Да, Всевышний заложил эту задачу. Но нужно уметь делать стопы. То есть думать со своим развитием, со своим бомбом и так далее, умением развивать и все такое. Не навредишь ли ты или не разрушишь ли тот мир, который ты создал Всевышний. И мы очень хорошо знакомы сегодня с этими базовыми вопросами, этими проблемами. Вот с точки зрения баланса между желанием нашего прорваться и сделать еще больше развития и более технологий и так далее, и между тем, чтобы сохранять мир и не поломать его. И не привести его к катастрофе. Мы знаем это в экологическом вопросе. Когда, с одной стороны, наше слишком повышенное использование ресурсов природы, плюс развитие технологий приходит к гибле природы, что приводит к разрушению экологического баланса, что в конце концов приводит к разрушению климата и так далее, и мы за это можем очень дорого заплатить. Поэтому там нужны противовесы, там нужны тормоза, там нужны какие-то балансы и понимания. То есть нельзя развивать, не задумываясь, даже думая, что так будет тебе лучше, в конце концов тебе будет такого хуже. То же самое мы знаем в других вещах. То есть появляется куча этических вопросов, куча вопросов, то есть, понимаете, допустим, особенно взять генетическую инженерию. Все, что надо за генетическую инженерию и развитием, допустим, взять тоже клонирование. Этично, неэтично, к чему может привести. То есть, с одной стороны, это может дать большое благословение, плонирование, можно создать плонированные органы и так далее, делать пересадку. И, в принципе, если я беру плонированный орган, он с точки зрения ДНК полностью подходит, и всех тканей подходит к человеку, если, допустим, вышла из человека из строя почка или то и другое, то пересадку можно делать даже без опасения, что тело будет отторгать это, потому что он не увидит вообще замену. То есть он увидит, что это то же самое, что и было. По этой причине нет проблем отторжения, что одна из самых больших проблем в пересадках органов. Вроде шикарно, но, с другой стороны, клонированием можно создать армию клонов, камикадзе и привести к катастрофе. Или, с другой стороны, как я могу человеку там относиться? Он кто? Человек живой, неживой? Куча вопросов. По этой причине нужно, человек должен уметь ставить себе стопор. Развитие это хорошо, и то, что Рамбан Медраж говорит, в другой стране, Рамбан говорит заповедь в Килаем, которая у нас приводится, она говорит, эй, человек, не несись. Постой, то есть, да, что мне дай Бог, следи, что Всевышний поставил, следи за то, что Всевышний замечал, следи, что Всевышний хотел, чтобы было, он хотел, чтобы, то есть, говорит запрет Килаем, он хотел, чтобы был вид такой, вид такой, вид такой. Не надо смешивать. Даже если кажется, так лучше. Почему? То есть, не пытайся Бога подвинуть в сторону и обойти его, то есть, да, работать за него. Потому что всю систему, то, что называется, в перспективе тысячелетий, миллионов лет, ты к чему, что можешь спросить, ты не можешь видеть. Да нереально видеть. Вы помните у Булгакова, он вложил слова Волонда, правда, в разговоре, это гениальные вещи, что надо спланировать, нужно для того, чтобы спланировать, решать и так далее, нужно иметь перспективу маленький такой срок, хотя бы на тысячу лет. Да, человек смертен, но самая проблема, что он не смертен, он внезапно смертен. И что он планировать может? Он не может планировать ближайший свой час по-настоящему. То есть он как бы планирует, но не в то, что ему не обещает. Он, к сожалению, габайн нашей синагоги, у него папа умер в Шаббат-Шаббат. Папа приготовил себе стакан кофе и умер. То есть стакан кофе остался стоять на столе. То есть человек собирался выпить кофе сейчас. И он уже не выпил. Поэтому не думай, что ты умнее Бога, не пытайся его поставить в сторону. Да, нужно развиваться. Но нужно знать свое количество. Иногда человек... В чем проблема? Потому что иногда человечество берет на себя задачи, то есть всякие вещи, то есть, наверное, свободу действий в разных, в разных, в разных, в разных, скажем так, аспектах, разных вещах, то есть с точки зрения или в социальных, в социуме и так далее. Ломает противовер, то есть баланс, который был в социуме, в обществе и так далее. Иногда приводит к вещам, которые делают такие ужасные вещи. Допустим, они приводят к тому, когда они входят и вмешиваются в баланс общества перебором. То иногда происходит, что общество становится более ненавидящее друг друга. Общество становится более мстительное друг другу. Более разорванное и так далее. И это приводит к катастрофам. По этой причине нужно не вмешиваться в социум, не разрушать, нужно уметь в социум, чтобы он был правильно ввел, чтобы он не был ненавидящим, чтобы не был проклинающим, чтобы не был презирающим, чтобы не был ворующим. Чтобы не обладать, нужно соблюдать баланс. И это тема главы души со всеми ее заповедями. И Килайм как бы обедняет это. То есть Килайм говорит не нарушать этот баланс. И теперь понятно, когда там набросаны эти заповеди, все эти заповеди в голове души, о чем говорят? О том, как построить правильное общество. И тут запрет воровства, с одной стороны, с другой стороны вопрос уважения матери и отца, в третьем забота бедных и так далее, и так далее. Это все социум, общество. И поэтому не нарушай баланс, который существует. Следи, что ты делаешь, чтобы ты не разрушил, чтобы не было человека, который будет стоять на крови ближнего своего. Альтадом Альдамреха тоже глава души. Чтобы человек не ненавидел своего брата в сердце своем. Чтобы уважал отца и мать, в другой стороне соблюдать шаббат. Встретить это помогать бедным и так далее. Вроде разброс заповедей, которые вроде не связаны друг с другом, но с другой стороны они все вместе объединяются в одно целое. Не вмешивайся слишком сильно и не нарушай баланс общества, чтобы общество было сбалансировано. То же самое в нашей главе Китисе. Та же самая система. Наша глава занимается чем? Наша глава занимается порядком жизни личности, которая готовит себя ко входу в землю Израиля. Таким образом подчеркивает Тора, как нужно сделать так, чтобы оставить и сохранить упорядоченное общество. Чтобы сохранить так, чтобы человек не поднимал руку на своего, то есть в обществе, в котором не поднимают брат на своего брата руку. Чтобы человек не игнорировал чужие страдания или чужие потери. Чтобы там не засловили человеки. Просто если вы понимаете, то что я сейчас говорю, просто перечисляю заповеди по главу Китисе. То есть в обществе. Чтобы там не было цадшем рато, не делали человеку плохое имя. Чтобы там не было же свидетельств. Чтобы в этом обществе не было проституции, разврата. Чтобы в этом обществе не давили ближних и не брали с них проценты. И так далее, и так далее, и так далее. То есть подготавливаем человека к входу в землю Израиля, построение правильного общества, не нарушая баланса. В этом смысл этих заповедей. И эта заповедь Киллайя нам объясняет. Ты можешь развивать мир Всевышнего, но запомни, не дай Бог, на застое не обходить его. То есть постановление его желания и не думать, что ты умнее всего. Нужно держать баланс. То есть, в принципе, Тора просит от нас, чтобы мы сохранили цельность и порядок, который заложил Всевышний в этом мире изначально. Которые нас очень сильно важны для развития общества и его сохранения. Это то, что говорит Владимир Тица. В этом смысл этих заповедей, которые там внутри. И особенно это важно для общества, для общины, которая несет на себе имя Всевышнего и должно освящать и нести его другим. А тем более, когда он находится на своей земле, в земле, которую дал Господь унаследовать народ. То есть, если мы подведем итог, получается, есть смысл у этих заповедей. То есть, да, это не просто сборная солянка. А через заповедь кидаем запрет смешивать разные виды, понимая, что, с одной стороны, нам нужно и важно развивать этот мир. С другой стороны, нужно сохранять те основы и те балансы, которые заложил Всевышний. Мы понимаем в голове Тица и в системе заповедей, которая в ней, как и что сделать правильно и не нарушить этот баланс, правильно общину, общину, которая будет строиться в земле Израиля, когда народ Израиля перейдет в Ярдан и начнет заселять землю. Вот, на этом мы сегодня закончим. Вот такая вот еще одна жемчужина, которую можно вытащить из, вроде бы, заповеди одной, которая находится в нашей голове, а еще в голове к душам. И таким образом объяснить целую систему, которую мы видим перед нами. На этом я желаю всем всего хорошего. Урок закончен. Запись тоже заканчивается на этом моменте. Я выключаю запись. Все хорошо, чтобы нас видят в записи. До новых встреч.